Иван Миронов 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 Руслану показалось, что невидимый художник обвел остро отточенным мягким карандашом круг головы существа и каждую черточку на лице, которая очень походила на Максимкина, но была наполнена жестокостью и бездушностью. Щеки, которые своей округлостью придавали ребенку нежный мультяшный вид, сейчас казались высеченными из глины грубыми неаккуратными взмахами. Глаза малыша обычно неимоверно большие и круглые, как у героев аниме, сейчас превратились в две черные дыры. Словно все тот же неумелый скульптор небрежно проковырял их в лице стеком. Безотрывно глядя на Руслана сверху вниз, существо вдруг открыло рот, дерганно шевелить челюстью. Движения походили на какую-то жуткую пародию, будто этот маленький монстр решил по-детски подразнить папу, но делает это неуклюже и неумело. В голове зашумело, словно внутрь засунули старенький радиоприемник и включили на полную мощность, отмотав барашек в угол, где никакого сигнала нет. Руслан стиснул зубы и застонал. Шум радиопомех начал потихоньку стухать и сквозь него стал все отчетливее и отчетливее проникать в звук голоса, пока еще не разборчивый и монотонный. Он становился все более различимым и Руслан сквозь сполохи помех разобрал обрывки слов. ПА-ПА! ПО-МО! СТА! ПА! Незнакомый детский голос все же показался Руслану не таким уж и чужим. Такой голос мог бы быть, если бы Максимка стал говорить чуть более разборчиво и мягко, чем теперешние резкие слоги. Пап, мам, дай, ну, а! И этот звук голоса повзрослевшего сына никак не совпадал с открывающимся ртом того существа, что сидело в кроватке. Руки Руслана разжались и мониторчик упал на пол. Вместо звонкого стуха раздался приглушенный шлепок. Родительский блок упал на мягкий цветной коврик пазл. Звук моментально пропал, оставив в голове эхо. ПА-ПА! ПА-ПА! Руслан подумал, что нужно еще раз зайти и посмотреть на Максимку. Но сил не было. Единственное, на что его хватило, это усесться на диван. Мониторчик видеоняни он оставил на коврике, боясь до него дотронуться. Он так и сидел, бездвижно и беззвучно, пока из ванной не вышла Лена в халате и с полотенцем, обмотанным вокруг головы наподобие тюрбана. Фух, весь день мечтала. А? Она увидела Руслана и осеклась. Русик, что с тобой? Руслан при звуках ее голоса вынырнул из забытья. А? Что случилось? Руслан слабо улыбнулся. Все. Запнулся, словно его рот не хотел продолжать врать, попробовал еще раз. Все нормально. Лена подошла, машинально подняв с пола родительский блок. Посмотрела на экранчик, еле заметно улыбнулась. Значит, она ничего не видит, подумала Руслан. Ничего нормального, на тебе лица нет. Руслан опасливо посмотрел на кусок белой пластмассы в руках жены. Голова что-то закружилась. Может, давление? Лена, видимо, услышав хоть какое-то объяснение, чуть успокоилась. Сходил бы ты завтра к врачу. И тут же перевела тему. Максик не просыпался? Да, просыпался, дорогая. Подполз в камере и выплевывал какие-то проклятия, словно древний демон из второсортного ужастика или сраный цыган. А в остальном – прекрасная маркиза. Руслан усмехнулся своим мыслям, что его самого немало удивило. «Что ты ржешь?» – проговорила Лена, машинально поддерживая его улыбкой. «Нет, ничего, все отлично. Просто чувствую себя туповато. Не просыпался». Лене пришла в голову другая мысль. «А у тебя не инсульт?» – проговорила она и сама испугалась своих слов. «Нет, нет», – успокоил ее Руслан. «Видишь, руки поднимаются, лицо перекошено не больше обыкновенного». «Дурак», – улыбаясь, – проговорила Лена, – «я сушить волосы и спать. Ты в спальню?» Руслан не раздумывал. «Нет, посижу с тобой, почитаю». Через полчаса, когда они пошли в спальню, Руслан подошел к родительскому блоку, чтобы выключить, и еле заставил себя взглянуть на экран, опасаясь, что вновь увидит ту грубо высеченную насмешку над лицом сынишки, которая будет беззвучно рассказывать Руслану свои истории. Но нет, ребенок спал. Черт лица разобрать было невозможно. Руслан немного успокоился, но все же ему опять показалось, что изображение довольно странное, объекты более условны, а перспектива слегка искажена. Максимка мирно посапывал. Лена подошла к кроватке, склонилась над ней и мягко подбила одеяльце в бок. Затем, нырнув в постель, где уже лежал Руслан, выключив ночник, обняла его и поцеловала. «Спокойной ночи, Русик!» «Спокойной ночи», – проговорил в ответ Руслан, думаю, что этой ночью он не сможет заснуть. Но уже через полчаса он забылся неглубоким, беспокойным сном, в котором он сидел в комнате, заставленной старыми радиоприемниками. И маленький турист, и громоздкий октябрь, Минск, маяк, мелодия, и 209-й океан. Все это, раритетное буйство, шумело, скрипело, шипело, трещало и попискивало. А сквозь какофонию помех пробивалась настойчивая «Папа, помоги! Папа, помоги! Папа, помоги!» На следующее утро Максим заболел. Руслан уже обулся и собрался выходить из дома, когда в коридор выглянула Лена с Максимкой на руках. Малыш уткнулся личиком в шею маме и хныкал. «38,4», – сообщила Лена, поглаживая сына по спине. «И откуда она только взялась?» – расстроенно добавила она. Руслан предложил остаться, но Лена покачала головой. «Иди работай, справимся. Сейчас жаропонижающие дамы и педиатра вызову». Руслан кивнул. Он и сам сейчас не хотел оставаться дома. Вчерашнее впечатление так и не притупилось, как он думал перед сном. И даже наоборот. Весеннее солнце словно прожектор направило свет на вчерашние страхи и отчетливо осветило их, показывая. «Как ничего не случилось? Вот же они, твои ночные страхи! Посмотри! Теперь их хорошенько можно разглядеть!» День оказался суетным, и Руслан с радостью погрузился в работу. Мысль о том, что вечером нужно прийти домой и вновь включить их новое приобретение, пугала его. Несколько раз звонила Лена. Максимка подхватил какой-то вирус. Педиатр Тамара Васильевна выписала капли и посоветовала пить побольше жидкости. Максимка весь день был то лихорадочно подвижен, то болезненно вял. В общем, как сказала Лена, ничего необычного. Но Руслан знал, что кое-что необычное было. Цепкий взгляд, глаз дыр и беззвучное бормотание мальчика пародии накануне болезни. Руслан предпочел остаться на работе допоздна. К счастью, на то были иные причины, помимо иррационального страха перед картинкой с родительского блока. Перебирая ворох документов, к исковому заявлению он все размышлял, с чем он вчера столкнулся и что с этим теперь делать. Кто знает, какая опасность кроется за этим жутким лицом на экране. Кто знает, чем это ему грозит и не только ему. Он вскочил с офисного кресла так резко, что бумаги съехали на пол. До этого момента ему даже в голову не приходило, что та тварь в родительском блоке могла угрожать и Лене. Он настолько погрузился в раздумья о природе кошмара, что не мог ни о чем больше рассуждать здраво. Он набрал номер ее телефона и облегченно вздохнул, услышав усталый, но совершенно нормальный голос Лены. Алло. Ленусь, я сейчас выхожу, скоро приеду. Хорошо. Включая вечером родительский блок, Руслан все же на секунду понадеялся, что произошедшее вчера это какое-то помутнение. И сейчас он увидит изображение обычной комнаты, своего сына и жены, которая в эту самую минуту укачивала Максимку. Занеся палец над кнопкой, он мысленно произнес «Господи, помоги!» и включил устройство. Мысленно он был готов к тому, что увидит, но все равно испуганно дернулся, впрочем, тут же подавив рвущийся крик. Комната имела все тот же немного странноватый вид наброска, тот же выдохшийся свет ночника, то же существо, неумело изображающее его сына, лежало на боку и... «Этого не может быть!» Застонал он и вскочил с дивана, держа в руке родительский блок, подошел к двери в спальню и резко распахнул ее. Лена, сидящая на стуле возле кроватки, вскрикнула. Максим сначала застонал, а потом заплакал. «Ты что, с ума сошел?» Зашипела жена. Руслан посмотрел на нее, а затем опустил взгляд на мониторчик, который держал в руках. «Нет, все верно. В заэкранье Максиминой мамы не было». Руслан молча закрыл дверь. Через 20 минут из спальни вышла Лена. Руслан сидел на кухне. Возле него стоял стакан на четверть наполненной в виске. Перед ним лежал раскрытый на середине черный обелиск, на который Руслан не обращал внимания. На углу стола лежал родительский блок, выключенный, экраном вниз. Руслан ждал Лену. «Русик, что это было?» Спросила она. «Ты опять бледный, как смерть». И, заметив стакан, подняла брови вверх. «С каких это пор ты втихую пьянствуешь?» «Да еще и в понедельник». Руслан поднял глаза на жену. «Присядь». Она села. Руслан поставил мониторчик так, чтобы экран был направлен на Лену, и включил. На несколько секунд воцарилось неуютное молчание. «Что-нибудь кажется необычным?» Проговорил он наконец. «Да». Начала она, и у Руслана перехватило дыхание. «Слава Богу». «Да», — продолжила Лена. «Твое состояние и твое поведение. Вот что необычно. И твои танцы вокруг этой штуковины». Она указала пальцем на родительский блок. «Объясни уже наконец, что происходит?» Руслан раскрыл было рот, но тут же захлопнул. Он не хотел, чтобы жена думала, что он сбрендил больше, чем ей кажется сейчас. «Нечего объяснять», — проговорил он. Лена пристально поглядела на него, но предпочла не развивать тему. «Ты сможешь завтра отвезти нас с Максимкой к маме? Ты завтра на работе? А мне тяжело тут одной. Максимка постоянно плачет и куксится. Все время нужно с ним быть». Руслан кивнул. «Отвезу». Лена зашла к нему за спину и принялась разминать плечи. «Русик, я беспокоюсь за тебя. У тебя на работе все хорошо?» Руслан подумал, что работа его волнует сейчас меньше всего. «Все замечательно». Она поцеловала его в затылок и проговорила. «Пойдем в постель». «Сейчас прикончу этот стакан». Раз начал. «И пойду». Лена хмыкнула неодобрительно, но промолчала. Как только послышался тихий скрип, закрывающийся двери в спальню, Руслан с залпом выпил оставшиеся виски и поставил стакан в раковину. «Что же ты за хрень такая?» Зло процедил он, поворачиваясь к родительскому блоку. Он мог поклясться, что развернул устройство экраном клени, которое сидело напротив него. Теперь же светящееся окошко монитора смотрело на него. А сквозь окошко, словно из какой-то адской квартиры, на него пялилось существо, отдаленно напоминающее Максима. «Нет», – простонал Руслан. Существо вновь принялось произносить беззвучные слова, конвульсивно дергая нижней челюстью, а в голове Руслана вновь зашумели радиоприемники. «Папа!» – донесся голос неизвестной радиостанции. Разборчивее и отчетливее. «Папа, пожалуйста!» Руслан закрыл уши ладонями, стараясь заглушить звук этого голоса, и закрыл глаза, чтобы не видеть лопочущего с экрана демона. «Нет!» – проговорил он. «Нет!» «Папа, он хочет меня убить!» сообщил голос. Руслан убрал ладони от головы. «Кто? Кто хочет?» Помехи на миг стали сильней, а потом послышался, еле слышно и словно радиостанция находилась в тысяче километрах отсюда, голосок. «Прохвост!» «Что за прохвост?» – спросил Руслан, но радиошум в голове пропал. А маленький монстр в кровати Максимки спал или притворялся, что спал. С прохвоста станется! На следующее утро Руслан отвез жену и сына к теще. У Максимки температура все не снижалась. Лекарства на время сбивали ее, но потом все возвращалось на круги своя. Лена, с покрасневшими от бессонной ночи глазами, внимательно смотрела на Руслана. Ему казалось, что в ее взгляде, помимо беспокойства появилось что-то еще. Что-то менее приятное. Опаска. Чего можно ожидать от человека, который второй день ходит сам не свой и делает странные вещи? Теперь ее отъезд выглядел не столь однозначно. Вся эта история про помощь мамы вполне могла прикрывать ее неосознанное стремление сберечь ребенка. «Какого хера?» – накручивал он себя. «Походу, я только теперь могу сберечь Максимку. Это ведь не какая-то температурка, это целый прохвост, который почему-то собирается убить невинного ребенка. А ты даже не видишь сраного демона!» «Русик!» – Руслан посмотрел в зеркало на сидящую сзади Лену. Она держала в ладони маленькую ручонку Максимки, словно боялась отпустить его. «У тебя какой-то злой взгляд!» «Наверное, тебе показалось!» – проговорил он, как можно мягче и улыбнулся, показывая через зеркало, что все в порядке. Видимо, у него получилось, потому что Лена послала ему ответную улыбку и чуть расслабилась. «Она не виновата в том, что ничего не видит! Она беспокоится за Макса!» – подумал он, переводя взгляд на дорогу. В сотне метров показался поворот во дворы, к дому тещи. Злость прошла так же быстро, как и появилась. Просто страх, перемешанный с бессонницей, дал свои всходы довольно быстро. Руслан подумал, что нужно вовремя пропалывать грядки, чтобы эти сорняки не заполнили собой весь огород. Образ ему понравился, и он снова улыбнулся. Теперь уже для себя. Холостяцкий вечер он решил провести с ремарком и виски. Но прежде чем сесть с книгой в кресло, он зашел в спальню. На всякий случай. В комнате никого не оказалось. «Хорошо», – проговорил он, но все равно решил лечь спать в гостиной. Старенький диван с просевшими пружинами и промятыми подушечками не очень подходил на роль ночного ложа. Но он выполнял другую важную функцию. Позволял провести ночь вне спальни. Родительский блок стоял на тумбочке. Руслану показалось, что этот бездушный кусок пластика следит за ним, подглядывает, всматривается. «Пошел ты нахер про хвост!» Руслан хотел произнести это громко и грозно, но услышал лишь дрожащий и испуганный голос. «Пошел ты нахер!» Второй раз получилось чуть лучше. Руслан взял монитор и засунул его под диван, подтолкнув ногой. «Вот так, скотина! Вот так!» Затем прошел на кухне и, уже почти успокоившись, налил себе в стакан виски. «Пью за то, чтобы ты, сучий про хвост, тихо сдох или вообще оказался лишь моим бредом!» «До дна!» И он опрокинул стакан. Через полтора часа он уже клевал носом, глупо пялись на страницу. В конце концов захлопнул книгу и медленно встал, покачиваясь, двинулся в туалет. Пока мочился, вспомнил, что спрятал видеоняню под диван. Он не хотел спать так близко от жилища про хвоста и вообще не хотел, чтобы про хвост находился в его доме. План, родившийся в его голове, пока он опорожнял мочевой пузырь, оказался гениален и прост. «А почему бы тебя, суку, не отправить во двор погулять?» Пробормотал он и хихикнул. «Короткой дорогой через окно!» Он смыл воду и двинулся по маленькому коридорчику в гостиной, вошел и громко сообщил. «Ну где ты, блядь?» Но слово куском камня встало поперек горла, не желая выходить. На полу, прямо напротив двойной двери, через которую прошел Руслан, стоял родительский блок и в темноте комнаты на него смотрел про хвост, тараща черный провал и глаз, и непрерывно двигаясь своей, не знающей покоя челюстью. В голове вновь включилось радио. «Помехи, помехи, помехи!» А затем... «Папа, папа, помоги! Он во мне! Прохвост спрятался внутри меня!» И тишина. Вместе с отключившимся радио отключилось и сознание. Руслан не рухнул, а скорее неуклюже стек на пол и распластался по паркету. На его лице играла безмятежная улыбка забытья. Следующим вечером после работы Руслан заехал за женой и сыном. Лена опасливо поглядывала на Руслана, но, кажется, все наладилось. Вид у нее был немного потрепанный, но спокойный. «Как ты себя чувствуешь?» Спросила она. «Замечательно!» С энтузиазмом сообщил он. «Мне надо было просто выспаться. А как, Макс?» Лена помрачнела. Температура так и не спадала. Жара понижающая приносила временное облегчение. «Так и температурит. Завтра к утру, если не спадет, то нужно ехать в больницу». Руслан кивнул. «Не волнуйся, все будет в порядке. Вот видишь, завтра все наладится». Лена слабо улыбнулась. Уложив Максимку, она вышла из спальни. Руслан отложил книгу, которую почему-то держал закрытой. «Лен, поставь чайник. Чайку попьем», — попросил он с улыбкой. Лена кивнула, отметив про себя, что он мог бы и сам это сделать, пока она укладывала, и мысленно вздохнула. От мужика в этом вопросе ждать понимания и помощи было бессмысленно. «Включи монитор», — сказала она и прошла на кухню. Первое, что бросилось в глаза, — это пустой стакан на столе и такая же пустая бутылка из-под Red Label, возле раковины. Она двинулась в гостиную. «Русик», — негромко проговорила она и замерла возле входа в комнату. Картина, открывавшаяся ей, заставила ее раскрыть от изумлений рот. Руслан сидел, пялись на родительский блок. На лице его блуждала какая-то хищная улыбка. Верхняя губа приподнималась, обнажая зубы, а нижняя губа была натянута, словно струна. Слюна поблескавела на подбородке. Он не замечал ее. Он смотрел в монитор. Внезапно он заговорил. «Я готов, маленькая сволочь, я иду за тобой!» Только теперь она заметила в его руке кухонный нож, большой, которым она обычно резала мясо. «Русик», — дрожащим голосом проговорила она. Он, наконец, обернулся. «Не беспокойся, Лен, я сейчас вырежу этого сраного прохвоста, и с Максимкой все будет в порядке. Температура уйдет. Не надо врачей. Иди, поставь чайник». Он ей улыбнулся, мягкой улыбкой говорящей. «Все под контролем, родная. Ни о чем не думай». Только уголки рта ощутимо подрагивали. Он разжал пальцы, и родительский блок шлепнулся на ковер. Руслан двинулся к спальне, покачивая большим и указательным пальцами нож. На его лицо моментально вернулся хищный оскал. В этот момент ступор прошел. Елена, громко завизжав, рванулась к Руслану. Он развернулся у самой двери в спальню, и Лена, словно снаряд, выпущенный из пращи Давида, сбила мужа Голиафа, распахнув его телом дверь. Оба рухнули на пол. Лена, продолжая орать, принялась колотить по лицу Руслана, но тот щерился, обнажая зубы. Выпавший нож лежал возле его руки, но он и не думал его брать. Он только мягко пытался отодвинуть Лену. В определенный момент он толкнул ее сильнее, и она прокинулась на спину рядом с ним. Руслан медленно повернул голову в сторону ножа, потянулся. Но рассверепевшая Лена оказалась проворней. Рванув, словно кобра за мышью, она схватила нож и, уже не соображая, опустила его прямо на безумный оскал мужа. Скользкие от пота пальца соскользнули с ручки. Лезвие с зубьями пираньи впилось в кожу и проложило себе путь до костей. Но Лена этого не заметила. Как не замечала она и из тошного крика ребенка, разбуженного грохотом драки. Она тупо смотрела на черную рукоять ножа, на лезвие, наполовину торчащие из головы Руслана. На его глаза, которые вмиг затянулись туманом. «Как он?» – спросила Лена маму. «Заснул», – прошептала Елизавета Васильевна. «Наконец-то!» «38,2» намерила. Снова появилась. «Да как резко! Вроде бы прошла уже. Я же мерила на следующий день после». Она резко замолчала. Лена, плохо соображающая от таблеток, медленно, словно под водой кивала. Она привстала с дивана. Здесь, в квартире родителей, все было непривычно. И она ощущала себя здесь какой-то несоразмерной, не то ли слишком большой, не то очень маленькой. Но быть у себя дома она не хотела. И, скорее всего, никогда не захочет. Елизавета Васильевна приобняла дочь. «Пойдем, я тебе чаю горяченького сделаю». Лена вздрогнула. «Мам, мне не надо чая. Я у папы там видела бутылку коньяка. Достань ее». Мать неодобрительно поглядела на нее, но промолчала и двинулась на кухню. Лена хотела было пойти за мамой, но вдруг вспомнила, что не включила монитор, взятый вместе с камерой из дома. Максимка в последнее время очень плохо спал, видимо, от стресса, и Лена не хотела, чтобы малыш, проснувшись, долго не мог обнаружить рядом мамы. Нажал на кнопку, появилось изображение, но оно показалось очень странным. Максим спал в своей кроватке, которую папа Лены перевез к себе. Но Лена не узнала эту кроватку. Она выглядела так, словно кто-то слегка помял и изогнул ее. В голове возник гул, похожий на звук водопада. Шорох, плеск и хруст. Только сейчас она заметила, что кроватка стала понемногу раскачиваться. Еле заметно. В одну сторону, в другую, и опять, и опять. В голове гул чуть стих, а поверх него зазвучал тоненький детский голосок. «Мама! Мама, помоги нам!» Лена от неожиданности моргнула. Качание продолжилось. Туда-сюда, туда-сюда. «Прохвост обманул папу!» Лена вдруг вспомнила слова мужа перед тем, как он пошел убивать своего сына. Что он говорил, она не помнила, но про какого-то прохвоста он упомянул. «Туда-сюда! Туда-сюда!» «Папа теперь здесь со мной, но ты можешь спасти нас!» Она, наконец, отвела взгляд от ребенка. На бортике кроватки увидела чью-то руку. Она боялась посмотреть левее, но глаза ее не послушались. Рядом с кроваткой она увидела своего мужа, который покачивал кроватку туда-сюда. Его лицо, хоть и не поврежденное кухонным ножом, казалось каким-то странным. Словно бы его нарисовали в попыхах, забыв добавить мелких деталей. Его глаза походили на две черные дырки, просверленные в стене. И эти глаза смотрели на Лену. Когда Лена увидела, что челюсть мужа дерганно зашевелилась, она закричала. Конец рассказа. Озвучил Александр Абур.